Слышите? Сыкады истерят. В Японии наступило настоящее лето. Все, кончился сезон Цую, и теперь вот нереальная жара, всякая живность орет, кричит, кусается. В общем, вот такое оно, японское лето. Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Хочу рассказать вам последние новости, которые у нас сейчас здесь происходят в Японии. Недавно я делал ролик, где рассказывал, что у нас целыми днями идут дожди, и сезон Цую затянулся аж до августа. И как я сделал этот ролик, вот прямо с 1 августа началась жара, дожди кончились. Не до конца, конечно, иногда капает, но в целом кончились. Началась жара нереальная. Сейчас я иду по улице, 33 градуса. Это еще не самая жесть, только начинается, я думаю, вот весь август и сентябрь будет жарить просто нереально. Если посмотреть на информацию в интернете, то пишут, что в этом году будет очень жарко, что люди там будут чуть ли не помирать все от этой жары. Так что посмотрим, что будет на самом деле. Ну, действительно, стало жарко. Сейчас ходил на почту, потому что у меня по какой-то причине перестала работать банковская карта. Я пытался снять с нее деньги, и не получалось. Обратился в офис, сказали, что с типом что-то произошло, он как-то не считывается. И выпустит мне сейчас новую карту, пока я могу снимать с банковской книжки. В общем, в Японии такая система, не во всех банках, но в некоторых есть, что у вас есть карта, и к ней еще идет банковская книжка. И вы можете снимать деньги как с карты, так и с этой банковской книжки. То есть в самом автомате ATM есть два, по сути, отверстия, куда можно вставлять либо карту, либо банковскую книжку. Вот буду в течение двух недель снимать так деньги, а потом мне на почту придет просто новая карточка. Здесь не нужно ходить в офис, что-то забирать, а тебе прям приходит просто письмо с карточкой внутри, тебе кладут в обычный почтовый ящик, и все. Даже расписываться за это не нужно. Обычно вот так вот это все приходит. Так что буду сейчас ждать. Видео я записываю вот так со стабилизатора и мобильного телефона, потому что так получается неплохо. Хотел вам сказать еще, что обязательно подписывайтесь ко мне на лайв-канал. Я сейчас выкладываю много живых роликов, и этот ролик, на самом деле, я тоже думал изначально, может записать на лайв-канал. Но решил все-таки на основной, чтобы больше людей увидело и больше людей узнало о том, что у меня есть лайв-канал, чтобы вы вообще о нем узнали и подписывались. Ну давайте идем дальше, прогуляемся. И я расскажу вам о ситуации, которая сейчас происходит. Если вы смотрите новости в этих ваших интернетах, то, наверное, знаете, что сейчас количество заболевающих коронавирусом в Японии нереально сильно растет. По 1300-1400 человек в день. И у нас сейчас опять обсуждают о том, чтобы ввести повторный режим ЧС. Например, вот с 1 по 15 августа его ввели сейчас на Окинаве. Многие в Албон, сейчас он должен будет проходить Албон, вы знаете, это праздник усопших. Кто не знает, вот узнайте. Я про это как-то рассказывал. Ну, когда праздник наступит, я, может быть, подробнее еще об этом расскажу, как-то сделал какой-то ролик про это. Ну, ладно, не суть важна. И вот в этот период многие собираются куда-то ездить, вообще по всей стране ездят, потому что все отдыхают, праздники. И получится так, что в этот период закрыли Окинаву. И по сути туда и не поедешь, ничего не сделаешь, все заведения будут закрыты. А в Токио сейчас тоже говорят, что хотят позакрывать опять все ночные заведения, бары и так далее. Предписание сделать, что они будут работать там часов до 10-11. Ну, в общем, опять начнется вот такая вот жесть с японской экономикой, все начнет закрываться и так далее. Что из этого получится, неизвестно. Будут ли еще раз выделять деньги от японского правительства, тоже неизвестно. Помните, я рассказывал на своем канале, что японское правительство всем людям, которые живут сейчас в Японии, от 3 месяцев и больше, в том числе и иностранцам, да, должны выделить по 100 тысяч йен на человека. Это типа помощь от государства, потому что сейчас такие времена, многие теряют работу, ну и так далее. То есть была такая информация, я об этом рассказывал, и мне люди говорили, да хрен ты там что получишь, ты вот получи сначала, а потом снимай об этом ролики и так далее. В общем, короче, деньги перечислили еще в начале июля, так что все нормально получилось. Маски эти тоже приходили от Абе, типа премьер-министра Японии, их так и называли Абе на маску. В общем, они тоже приходили, качество у них такое себе средненькое, и вообще этот проект признали провальным, и что лучше бы его вообще не делали, и куча денег на это потратили, и вообще какая-то бредятина. Ну, это стандартно. Есть многие вещи, короче, которые делаются японским правительством, которые в итоге оказываются не очень правильными, и об этом уже говорят только после. Но все равно они делаются почему-то. Я надеюсь, ветер не сильно мешает, и меня слышно. Вы можете заметить, что я иду по улице и довольно часто чурюсь, потому что солнце реально очень сильно жарит, печет, так сказать, и учесть, что я еще в тени иду. Потому что глаза у меня светлые, и очень сильно реагирую вот на свет и на все такое. Наверное, стоит обзавестись какими-то солнечными очками. Но я узнал, что оказывается, японцы не особо вообще носят солнечные очки, мне об этом рассказали, и что здесь это не особо принято. И если и носят тут солнечные очки, то это либо очень мало японцев, либо в основном иностранцы. Так что, ну, посмотрим. Все равно нужно приобрести, потому что вот так вот. И еще так как у меня светлая кожа, как вы видите, то надо мазаться различными кремами. Солнце в Японии, оно не щадит никого. Я приложу сюда фотографию, вы можете посмотреть. Я ездил в префектуру Коногава, чтобы снять ролик, который тоже скоро появится на канале. Очень интересный там про дроны. Вам, я думаю, понравится там с интервью, со всеми делами. Так вот, я там тоже держал вот так же стабилизатор, как сейчас камеру держал, ну, в течение часа, наверное, на солнце. И у меня очень сильно обгорела рука вот за такой небольшой промежуток времени. Поэтому надо, конечно, мазаться здесь кремами. Если вы приезжаете сюда летом, берите их с собой, либо здесь покупайте. Ну, потому что реально солнце здесь очень жесткое. Друзья, еще раз всем напоминаю, вы подписывайтесь ко мне на Инстаграм, потому что я каждый день выкладываю различные моменты из своей жизни, пишу различные посты и так далее. Делюсь интересной информацией. Плюс, благодаря этому, я могу с вами как-то общаться в более реальном таком времени, реагировать на ваши как-то комментарии. И, возможно, это поможет в создании какого-то контента на тот же самый канал. Поэтому подписывайтесь, если еще не подписаны. Помимо этого, могу вам рассказать, что недавно я снова начал кататься на велосипеде. И так же получилось, что в Японии ввели новый закон. Точно не знаю, когда, но в этом году, по-моему, то ли с июня, то ли с июля. Короче, если вы в Японии катаетесь на велосипеде, то теперь вам обязательно нужно иметь страховку на велосипед. То есть она стала обязательной. И стоит она 500 йен в месяц. Если у вас семья, то это будет 500 йен в месяц даже на семью стоить. Что дает страховка? То есть если с вами что-то случилось, либо вы кого-то сбили на своем велосипеде, врезались, либо вас кто-то сбил, либо еще что-то произошло, то страховка покрывает то, что вас доставят в больницу, что вас будут лечить. И максимум было написано, во всяком случае, в листочке, который я видел, что выплачивается до 1 миллиона йен. В случае самого ужасного. Самая ужасная это смерть, как вы понимаете. Но, опять же, мужик, который подключал, это вот в моем сотовом операторе я как раз подключил. То есть можно не идти в какую-то страховую компанию, а подключить прямо у вашего же сотового оператора, как это сделал и я. И он говорил, что на самом деле покрывается до 10 миллионов йен, но подробностей он пока не знает. Пытался найти какую-то бумажку, где это все расписано, и что-то не нашел. В общем, в любом случае, так как это теперь обязательно, вот по 500 йен дополнительно в месяц надо платить, если вы планируете пользоваться в Японии велосипедом. Я, может, еще подробнее про это расскажу в отдельном ролике. И еще я поменял себе сейчас, наконец-то, тариф на своем мобильном телефоне. Я, опять же, это выкладывал у себя в Инстаграм. Теперь у меня безлимит, ну такой, как сказать, безлимит, японский безлимит. Написано, что нету ограничений, но при этом 30 гигабайт всего осталось. Посмотрим, как это все будет пользоваться. Вот, видите, бензин стоит 125 йен. Заправка. Друзья, многие спрашивают о том, когда все-таки откроют границы. Когда можно будет приезжать в Японию на обучение, приезжать в Японию работать, просто поехать сюда как турист и так далее. Множество различной информации, что вот-вот уже в августе откроют, что вот откроют в сентябре, в октябре. Авиакомпании тоже разную информацию постят и так далее. Могу вам сказать, что никто ни хрена ничего не знает. Непонятно, когда что откроют. Тем более потому, что в Японии увеличилось количество заражаемых сейчас. И в России вообще их очень много. И мы входим в топ-3 самых таких вот стран по количеству зараженных. Поэтому, когда что откроют, неизвестно. И если Япония начнет открывать границы с какими-то странами, то это, наверное, начнется сначала США, потом какие-то европейские страны, Китай, что-то такое. Но явно Россия, я думаю, будет не из числа первых. Но опять же, по информации, которую можно найти в интернете, плюс и Елена вот из Гакуру мне говорила, которая была на прошлом стриме, да, что, и она там, в принципе, на стриме это и сказала, что начнут людей отпускать уже в апреле следующего года. Но это, наверное, имелось в виду в контексте языковых школ. Поэтому, я думаю, может быть, ну, реально с начала следующего года уже начнут пускать. 2020 год, вот он такой, надо его как-то переждать, пережить, можно сказать. И я думаю, дальше пойдет все нормально. В общем, друзья, пока закрыты границы в Японию, советую вам лучше спланировать ваше путешествие. Если вы его все-таки планировали подумать, куда бы вы хотели съездить, я на своем канале постараюсь за это время показать какие-нибудь интересные места. Может быть, вы что-то из этого выберете, и это поможет вам определиться с вашим планом на поездку. Также учите японский язык. Вот прям берите и учите. Вот если вы смотрели прошлый стрим, то тоже, наверное, знаете, что все, кто приезжает сюда в Японию, советуют, что все-таки приезжать сюда с какими-то знаниями, хотя бы азбук элементарных. Поэтому тоже вам советую, если вы хотите как-то свою жизнь связывать с Японией, то учите японский язык в любом случае. Мне на самом деле сейчас нужно успеть еще забежать пару мест, и это вот такая вот неудобная вещь в Японии, на мой взгляд, большой минус, то, что все госучреждения работают только до пяти и только по будням, а банки вообще работают только до трех. То есть окна закрываются в три, вы можете, конечно, там еще снять деньги, использовать ATM-автомат и так далее, но если вам нужно решить какой-то вопрос, то только до трех и только по будням. Ну, совершенно неудобно. Вот можете сами посмотреть, я зашел в банк, сейчас три с копейками, видите, в основной зал уже дверь закрыта, но работают автоматы ATM. И при входе вот можно руки алкоголем вот так вот использовать. Так что неудобно это все, конечно, но ничего не поделаешь. Ладно, друзья, всем хорошего дня, поделюсь с вами, так сказать, последними новостями. Сейчас занимаюсь новыми видео на канал, скоро опубликую, так что ждите. И еще раз напоминаю, чтобы вы подписывались на лайв-канал, ссылочка есть в описании. Там тоже будут выходить с регулярностью новые ролики, поэтому все смотрите. Ну что ж, до встречи в следующих видео и до свидания. Продолжение следует...